Мурата Ильбаев не был профессиональным певцом. Тем не менее, его помнят как талантливые исполнители башкирских и татарских народных песен. Поэтому вот уже много лет во Дворце культуры угольщиков проводится конкурс, названный его именем. Мурата Ильбаев трудился простым рабочим, занимался спортом и никогда не расставался с песней. Обладая особым природным даром, он завоевал любовь и признание ценителей народного творчества. Он был широкой души человек, вспоминает заслуженный работник культуры республики Раяв Гайнединов. Он работал путейцем, работал. Но это самодетельный артист, самодетельный артист. Но Бог ему дал то, что он дал, и воспроизводил на сцене. Ежегодно на это солидное творческое состязание собираются исполнители народных и эстрадных произведений. В этот раз свой талант и мастерство на суть жюри и зрителей представили 30 участников из городов Салават, Кумертау, Мелиус, Куэргазинского, Дианчуринского и Кугорчинского районов. Это настоящие хранители культуры народа. Я занимаюсь только третий год. На вокале мы поем разные песни, как башкирские, так и эстрадные. Я занимаюсь вокалом 10 лет. На конкурс меня привезла моя учительница по вокалу на другую выходе Сагабдуловна. Мы поем очень разные песни, но больше всего мне нравится петь народные. Я знаю много народных песен. Туман, хантугас. На конкурсах я езжу очень много и почти всегда первые и вторые места. Ежегодно в конкурсе принимают участники куэргазинские артисты. В этом году свое мастерство представили семь исполнителей из соседнего района. Среди участников как люди старшего поколения, так и молодые исполнители. И каждый конкурс для них является площадкой для обмена опытом. Среди конкурсантов Загир Азнобаев. Он посвятил свое выступление маме. И ради своей мамы я стараюсь и буду участвовать в этом конкурсе. Я надеюсь, что я займу первое место. Эксперты оценивают выступления по четырем возрастным категориям. Особое внимание будет обращаться на исполнение народных протяжных песен, говорит председатель жюри Гузелья Зарипова. Если будет в программе Луньки, мы будем обращать, наверное, на это. Потому что исполнять Озенкью – это, наверное, все-таки элитный жанр. И может не каждый исполнить эту песню, потому как и диапазон широкий в этой песне, и текст сложный, и мелизматика довольно-таки богатая. Поэтому, конечно, в приоритете будут эти песни. Вдова Мурата Ельбаева Фарида Минуловна старается не пропускать конкурс. Она выражает благодарность организаторам и участникам. Такие мероприятия помогают хранить память о замечательном человеке. И в то же время выявляют новых талантов, отмечает она. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok